Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале Счастье в нас самих, где, как всегда, как я говорю, вы можете получить ответ на практически любой вопрос. Вы можете при помощи практик, медитации, настроев улучшить все сферы своей жизни, ну и, конечно, исполнить любые желания. Ну, опять же, на канале Инструменты в помощь вам. За вас никто ничего не может сделать. Только вы можете решить, о чем вам думать, на чем вам концентрироваться. И, исходя из этого, вы уже притянете то, на чем вы будете концентрироваться. Сегодня расклад интересный. Заменим тьму светом. Как же заменить тьму светом? Ну, что это значит? Это именно фигуративно я говорю. Получается, что я хочу посмотреть для вас, что же сделать для того, чтобы, может быть, наступила, а, может быть, продолжилась белая полоса. Ведь это возможно, чтобы была постоянная белая полоса. Все зависит только от вас. И очень часто, когда у людей наступает белая полоса, они начинают бояться, переживать и нервничать. Тем самым, действительно, притягивают к себе ухудшения в разных сферах жизни. Так вот, сейчас мы посмотрим, что же сделать, чтобы была вот эта белая полоса. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. При помощи улыбки вы тоже можете заменить тьму светом. Практику улыбки я уже не один раз говорила, рассказывала в своих видео. Ничего сложного. Просто подойдите к зеркалу и улыбнитесь. Первая реакция очень часто это смех. Вам становится смешной, вы начинаете хохотать. И это здорово. Вы знаете, что смех продлевает жизнь. Это уже доказано учеными. Ну что, давайте посмотрим, что же было бы здорово вам сделать, чтобы заменить тьму света. И первое, что я хочу вам сказать по этой карте, посмотреть в другую сторону. Вы все-таки боитесь чего-то. Вы боитесь принять какое-то решение. Вы боитесь действовать. Глаза у вас закрыты, показывает эта карта. Это значит, что вы не совсем ясно понимаете ту ситуацию, которая на сегодняшний день вас волнует. И вы делаете очень часто поспешные выводы. Как только вы, поработав над собой, будете выводы делать не на основе эмоций, потому что эмоции очень редко дают нам делать правильные выводы, дают нам ясно видеть ситуацию и ясно видеть, какое же решение принять. И мы можем иногда усугубить нашу тьму тем, что мы принимаем решение и смотрим на ситуации именно с очень сильными эмоциями. Кстати, ну тут я понимаю, что это не совсем позитивные эмоции, но, кстати, могу сказать, любые эмоции, даже самые позитивные, когда мы под влиянием их, все-таки решение было бы здорово не принимать. Поэтому карта для того, чтобы заменить тьму светом, первая карта говорит о том, что посмотрите в другую сторону, откройте глаза и, конечно же, успокойтесь, уберите эмоции. Если нет возможности убрать эмоции, я знаю, как нелегко иногда бывает взять себя в руки, тогда оставьте принятие решения на другое время. И никому не давать, кстати, если это касается работы или бизнеса, не давайте, тут еще может быть ситуация, что кто-то на вас давит и кто-то пытается вас торопить, а вы еще не готовы к тому, чтобы дать ответ или принять решение. Не давайте никому на вас давить тоже. Давайте посмотрим, что же еще может заменить тьму светом. Получение информации и обучение, говорит эта карта. Тут еще могут быть ситуации, в которых вы очень многого не знаете. И поэтому, соответственно, не можете адекватно и правильно принять решение или построить какие-то планы. Карта говорит о том, что ищите информацию, учите себя чему-то, и тогда только вы, во-первых, сможете успокоиться, потому что будете получать больше информации, и ситуации, и события, которые с вами происходят, будут более отчетливо у вас, можно сказать, отпечатываться в сознании, и тогда вам будет легче принимать решение и, соответственно, что-то делать или чего-то не делать. Именно это, именно информация, обучение. Кстати, для тех, кого интересует именно подписание каких-то договоров, каких-то документов, без скурпулезного изучения этих документов не подписывайте. Вплоть до того, что некоторые берут консультантов, которые именно адвокаты, юристы, которые именно рассматривают эти документы и рассказывают уже потом, что правильно, что неправильно, что можно, а что может быть какой-то опасностью. Поэтому информация и владение огромным количеством информации может заменить тьму светом. Об этом говорит вторая карта. Ну и третья карта посмотрим, что же может заменить тьму светом. Ваше внутреннее состояние. Именно вы. Именно ваше открытие. Именно ваше принятие. И, соответственно, знаете как, вот по первой карте вы абсолютно закрыты. Вы в плену у своих мыслей. Вы в плену у своих состояний. А третья карта уже говорит о том, что выйдите из плена своих мыслей, особенно негативных. Выйдите из плена своих состояний, потому что тут даже присутствует депрессия. И откройте себя себе прежде всего. Измените своё внутреннее состояние, и вы почувствуете, как вы меняетесь. Соответственно, и всё вокруг вас тоже будет меняться. И вы можете вырваться из депрессии, из негативных состояний, из неведения. Мир откроется абсолютно другими красками, когда вы откроетесь миру. Я знаю, что это высокие слова, но только так я могу объяснить, как заменить тьму светом. Примите этот свет. Не принимайте тьму, а примите именно свет, и всё изменится. Всё равно же, по большому счёту, всё, что происходит, и всё, что будет происходить, притянули вы сами. Почему бы не начать притягивать что-то хорошее, счастливое и позитивное? Всё же в ваших руках.